Всем привет, с вами Диодан, сегодня у нас 18 серия прохождения Лейнуар и начинается она у нас с экшеном, мы гонимся за мексикашкой, который является мгняком убившим бедную девушку. Ну как девушку, 40-летнюю женщину. В общем, как я и говорил, муж естественно ее не убивал, да, бывало иногда убивал. Она сего... ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дружище, ты где? Попался, ты арестован за убийство Селин Генри. Подними руки, чтобы я их видел. Ну что, допрыгался, дружище? Так, интересно, что нам скажут. Ничего я вам не скажу. Еще бы ты сказал, я вам все скажу. Это было бы более странным. Вы отлично поработали, парни. Фелпс, ты полностью оправдал себя на посту следователя отдела по раскрытию убийств. Похоже, город обрел в твоем лице бдительного стража. Учитывая тяжесть улик, указывающих на подозреваемого, и тщательность, которую ты составил рапорт, думаю, что суд вынесет верное решение, и прокурор округа считает так же. Подобная жестокость не может оставаться безнаказанной. И народ, и пресса требуют правосудия. Хе-хе, ааа, да. Красавчики. Ой-ой-ой, 2920. Городу 500, дело закрыто хорошо, подозреваемый, но о том свете, и не важно, что вы отправили Джейкоба в Терягу. Хе-хе. Ну, хотя бы так. Хе-хе. Что еще можно сказать? Класс. Класс. Хе-хе. И тут парень понял. Золотая бабочка. Но почему все совершается какими-то гаечными ключами, трубами и прочим, и прочим? Ребят, неужели нет там каких-то более оригинальных орудий убийства, ножи? Гэллоуэй. Ясно, шеф. Ладно, я его прихвачу. Он же как-никак мой напарник. Ну, что у нас тут? Новое дело. Труп белой женщины брошен у всех на виду в конце Хилл-стрит. Там ужаснуют репортеры, капитан пытается их отогнать. Что-то о этом не напоминает. Первое правило детектива. Сначала посмотрим на вещдук, и потом делаем его заключение. Шефу нужна своя смазливая физиономия для газет студент. Я знаю, где нашли убитую. Это на Sunset Boulevard. Поехали. Я, ребят, сейчас просто съел очень вкусные эклеры и запил все это добро ряженкой. Поэтому у меня немного стянуло горло. И говорить немного тяжело. Но надеюсь, что это пройдет. О, моя любимая машина. Надо бы ее обязательно раздеребанить. Давайте глянем на карту. Совсем недалеко. Поедем прямо и потом налево. Давай, тащи свою задницу. Ты что, братюня? Страх? Потерял. Ты хорошо поработал над делом Генри. Совсем неплохо для начала, Феллпс. Спасибо, Расти. Только не зазнавайся. Это всего одно успешное дело на твоем счету. А сегодня новый день. Новый труп женщины требует нашего внимания. И никаких преждевременных выводов, да? Да, точно. Ты быстро схватываешь, Феллпс. Кто знает, может быть, мы еще с тобой сработаемся. Так, это что у нас там? Наверху где-то, да? Да, походу придется наверх, но есть. Ну, значит, сейчас заедем. Правда, напарник опять у нас какой-то особо молчалил. Упс. Вы же знаете, что Магомед не ищет легких путей. Нет, чтобы просто взять, по-нормальному объехать, нам обязательно надо куда-то вмазаться. Или еще что-нибудь сделать. Заезжаем в дома. Место преступления 10.57. Друзья, успокойтесь, вам известно столько же, сколько и мне. Как только получим результаты вскрытия, я созову пресс-конференцию. Дело расследует двое моих лучших детективов, которые только что передали в руки правосудие гнусного маньяка Алонса Мендеса. Капитан, есть ли сходство между этим убийством и делом Селин Генри? А, или если уж на то пошло, то и делом. Значит, вы не думаете, что по городу разгуливает сексуальный маньяк? Давайте рассуждать здраво. У нас лучшая полиция в мире. У нас работают лучшие детективы и следователи. Ни одному убийце не удастся от нас скрыться. Будьте уверены, наша газовая камера в Сан-Квенте не всегда готова принять детей Каина. Считающих, что они могут безнаказанно отнимать жизни в городе ангелов. Ага, точно. По делу орхидеи, что-нибудь новенькое есть? Все, ребята, разбегайтесь. Дайте полицию спокойно заниматься своей работой. У нас тут, как у бога, дела все безотложные. Что у нас есть, капитан? Еще одна жертва. Снова женщина. Поговорите с Каразерсом. А отчитываться будете ежедневно. Так, ну ладно, пойдемте, наверное, осмотрим все это добро. Я первым прибыл на место преступления. Ну, да-да-дорова. Это ты нашел ее? Нет, какая-то семья, которая вышла погулять. Я первым сообщил в отделении. Вон там, под перечным деревом. Давайте посмотрим на труп. Посмотрим, красивая она была или нет. Не знаю, почему меня это волнует, но ладно. Та-ра-та-та-там. Фелпс, я ничем не могу помочь. Ну, блин. Но я и не ожидал ничего от тебя. Стоп. О, черт, опять изнасилование. Блин. Ах. Да. Почерк похож. На кого? На Орхидею? Это вряд ли. На дело Селин Генри. Это дело закрыто. Наверное, здесь проработал еще один ублюдок, которому не дала баба. Ты в списке подозреваемых, Расти? Прикуси язык, Фелпс. Я вот что хочу сказать. У нас и так полно забот, чтобы заново открывать дела. Давай, рассказывай, Мал. Жертва сильно избита, труп выстрелен на всеобщее воззрение. Следы в ногу оказывают на то, что ее топтали. Размер отпечатка говорит нам о том, что это были мужские ботинки небольшого размера. Какой размер ноги у Медоса? Ты закончил? Нет. На первый взгляд, похоже, что жертву задушили. Я проведу тест, а попробую выяснить, есть ли сперма. Рассерженный ухажер. Супруги седели бы дома, а не миловали здесь. Можно мне осмотреть тело? Разумеется. Слушайте, меня бесит мой напарник. Он какой-то излишне тупой, или... Черт бы побрал ее, а? Газеты писали про то, что жертву в деле Генри топтали ногами. Естественно, не упустили ни одной подробности, которая погляделась бы подражателю. Так. Да, маникюрчик классный. Да. Так, елки-моталки, я хочу на шею посмотреть. Ну, вообще, не такой уж и жуткий труп. Ничего такого страшного. Труп как труп. Ну, ладно, все, больше, в принципе, ее осматривать уже не буду. Что там у нас еще есть? Понятно, все. Очередная мертвая женщина. Избитая и убитая. И вновь дамская сумочка. Ну же, что у нас там? Денежки. Дейдра Мольдер, ассоциация учителя-родители, да? Так, имя у нас есть. Проверь, есть ли в нашем архиве что-нибудь на Дейдру Мольдер? Тьфу, я прочитал Дейдра. Лол. Так, деньги. Ну, деньги, что они? Если мотив ограбления, то почему преступник не взял деньги? Блин, наверное, потому что это жалкие пять баксов, да? И, блин, стал бы грабитель ее душить, потом топтаться. По-моему, это немного нелогично, да, друг мой? Следы. Интересно, какой размер ноги. Если 41, то это получается все то же самое. Нет, 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 я не хочу опять на нее смотреть. Опа. Ну что, это все улики, что ли? Может быть, в кустах еще что-нибудь у нас есть? Да. Дела дерьмо. Ну, сумочку мы уже видели. Ну что, тут, по-моему, смотреть уже нечего. Все, что было, я увидел. Пойдемте тогда отсюда, что я могу сказать. Смотреть опять на эти трупешники. На голых и сбитых женщин у меня нет никакого желания. Значит, садимся в авто и поехали обратно. Сейчас надо будет думать, какие у нас есть места. Место преступления только, да? Люди. Дейдро Моллер. За 40, да? Слушайте, а больше у нас ничего и нету. Дальше, наверное, придется возвращаться опять к месту преступления. Потому что... Блин, ну а куда дальше-то идти? Мне ничего не известно, я нашел только вот этот небольшой труп. Опа. Ну, следы я уже видел. Это мне ни о чем не говорит. Маленькие мужские ноги. Ну, 41 размер, я не знаю, это маленькие или большие. Что я не помню, если честно. Ну, а реально, а что еще делать? Здесь больше ничего нет. Давай попозже пообщаемся. Нет, дружок, ты мне просто скажи, куда мне ехать, и все. И мне хочется узнать, что за Дейдро Моллер. Может, я что-то на ее теле не осмотрел? Да, туда вот. Да. Бедная женщина. Да, тут все интересно. Тут все крайне интересно. Интуиции у меня нету, да? Задача. Смотреть место преступления. Дело Генри еще не легло на стол окружного прокурора. У нас уже новая жертва. Белая женщина, избитая и брошена за тварь. Ну, я же осмотрел место, ребят. Все, что отцеплено, я тут внимательно прочесал. Я не знаю, может быть... Сюда куда-то сбегать. Но не думаю, что тут что-то есть. Да, здесь все пусто. Газета. Но газету Дэддаш прочитать не могу. Давайте еще в кустах пороемся, что я могу сказать. Либо интуиция. Но интуиции мне опять не хватает. Печалька. Ну, давайте тогда я буду ходить и на все кликать. Может быть, так я что-нибудь случайно обнаружу. Опа. И обратно. Не, ну окей, следы мы так уже осмотрели, да? И на труп ее поводили. Но следы нам эти ничего не дает, ребят. У меня реально сейчас такой небольшой тупняк начинается. А это чувство я очень не люблю. Так, может быть, я что-то в дамыской сумочке не осмотрел. Ассоциацию учителя-родителя. Да, я в небольшом тупике. И не знаю, что мне делать, скажу вам честно. Блин, это как-то даже обидно. Ибо время-то идет. Ну, а что я могу сказать? Мне, по идее, там вот этот парень, Гонзалес, должен был что-то сказать. Дружище, есть какие новости? Конечно. Так, а ты? Ну, ты позвонил? Нифига ты не позвонила. Ну, тогда поехали к напарнику. Я не знаю реально, что делать. Потому что место преступления мне ничего не дает. Я смотрел там все улики. Осмотрел ее шею. Садимся в машину. Может быть, мне мой напарник что-то подскажет? Я, конечно, не знаю. Давай, дружище, садись. Ну и что, и куда поедем? Я не знаю, если честно. Да. Блин, и как же не хватает вот этих вот очков интуиции. Сейчас бы они мне очень сильно пригодились, потому что... Да, ну ладно. Наверное, сейчас серия закончится. Я поищу в интернете, потому что реально остаюсь в полном неведении. Но музыка, да, как обычно, указывает, что где-то есть еще одни улики. Давайте вглядимся. Бутылка. Ну и что? Да, не думаю. Ну, бутылка как бутылка. Валяется себе спокойненько. Блин, что-то вкус... О! Да, это просто мусор. Да, сомнительно. Блин, я как идиот себя чувствую. Всякие бумажки, бутылки подбираю. Да, мне это не пригодится. Слушайте, ну в кустах, по идее, должен быть какой-нибудь, не знаю, гаечный ключ. Ну, то есть орудие убийства. Ну, либо маньяк опять забрал его с собой. Тут у нас ничего нет. Куда, интересно, вся одежда исчезает с шерф? Это меня очень сильно интересует. Ребята, здесь реально ничего нету. Вот, во всяком случае, именно на этом месте преступления. Только всякие шмотки старые. Но они же все цепили, и наверняка должны где-то тут валяться. Я, конечно, извиняюсь, но... Я нахожусь в небольшом ступоре. Ладно, тогда, наверное, я не буду вас мучить со своими мыслями. Что еще можно сказать? Давайте с вами подумаем еще пару секунд. Пару минут. Ну, женщину я точно все осмотрел. Я уже на нее и садился, и ботинки, и все дела. И рука у нее какая, и макияж. Ой, макияж. Маникюр. Что-то еще можно сказать. Ботинки. Да. Ну, давайте еще раз на деньги посмотрим. Может быть, я в них что-то странное не обнаружил. Но это реально бред. Просто бред. Ну, деньги как деньги. С портретом Линкольна. Ладно, друзья, тогда давайте я вас, наверное, не буду мучить. С вами был Диодант. Это 18-я серия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ждите новых. Извиняюсь, что такой вот конкретный тупняк меня одолел. Но надеюсь, вы меня поймете. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok